Максим, как ты знаешь, карта это модель земли. А какой еще модель ты знаешь? Объемную. Глобус. Давайте эту модель плоскую переведем в объемную. Если вы посмотрите, коллеги, вы увидите, что на данной трехмерной модели, то, что ребята отмечали на плоской карте, оно также в цвете видно. Это один из примеров использования трехмерных раскрасок на ролике. Еще один пример, также с урока географии. Модель вулкана. Пожалуйста, отмечайте его. Для развития космосного воображения, для того, чтобы детям было проще воспринимать правильные многогранники, мы используем развертки, и они превращаются в правильные многогранники. Свойства можно изучать непосредственно вам виду. Это несколько примеров, а теперь о том приложении, которое мы собираем на нашей серии. Пожалуйста, отмечайте с парой и присядьте за столом. Хорошо. Извиняйте. Я последний. Да. О, это пара, да, действительно. Уважаемые господицы, мы успешно освоили такое приложение, как ваймер, вы знаете. Иконка этого приложения выглядит как вот на квадрате синяя бабочка. Значит, это бесплатная версия. Также есть розового цвета такая иконка и зеленого. Вот, там уже уже дополнительная плата. Значит, так, данное приложение представляет собой широкий банк раскрасок, который мы сейчас наблюдали, который позволяет, ну, это приложение можно раскрасить, раскраски можно, нажав вот на карандашики, да, на плашете, на самом гаджете, или распечаток, раскрасить уже непосредственно самим ребенком вручную, цветными карандашами. Дальше эти картинки можно анимировать. Как вы видели, уже они интерактивные, оснащены звуковым сопровождением. Вот, но так как это приложение носит свой развлекательный характер, то мы его дополнили, конечно, образовательным зеркалом. Как вы уже сказали, Александр Ильич, мы начали принять икону начать. Приложение развлекательное. Раскрасили, поиграли, включили, и все дети радостные, но нам необходимо образрать надзерны. Как мы в уроках стали применять данный вид раскрасок? Мы добавили в эти раскраски такие моменты. На уроках русского языка мы применяли раскраски на этапе словарной работы. Мы все знакомы, наверное, с математическими раскрасками часто, так, когда записан пример, а каждый результат зашифровывает определенный цвет. Вот ту же самую работу мы сделали с руткими языками, допомнив еще и по математике. Да, тоже же мы говорим про математические раскраски. Также мы включили работу с раскрасками на уроках русского языка и развития речи. Мы с ребятами сначала рассматривали бумажный вариант картинки и составляли текст описания. Ну, все знакомы, да, с текстом описания, просто картинку мы описали и записали текст. Дальше мы включили наше приложение и посмотрели, как эти объекты двигаются, да, то есть в объемном формате рассмотрели эту картинку. И уже по этой картинке объемные двигающиеся стали, текст повлиствовали. Вот так на уроках мы включаем данный вид приложения потихоньку, но мы осваиваем там дальше и придумываем новые варианты, как работать с этим приложением на уроках, именно в образовательной деятельности. Мы включаем как на самом уроке, так и как домашнее задание. Олеся, вы можете продолжить? Огромное. Да, все мнение у меня, безусловно, использовала у него очень вещество. Еще один пример раскраски. Дети, во-первых, имеют возможность раскрашивать их на данном интере, в той же самой программе «Пэйнт». Они туда неплохо экспортируются. Значит, на примере этой раскраски можно говорить и о патриотическом направлении, поскольку форму дети стараются предать сборной России по футболу. Соответственно, не просто футболист какой-то, а все-таки мы поговорили о российском футболе. Поскольку на заднем плане находится школа, если присмотрелись, там есть наркос на английском языке, то можно поговорить про спорт в школе, про здоровый образ жизни. И, кроме этого, в результате анимирования данной раскраски она превращается в игру, играя в которую дети забивают голы, то есть убивают ленку моторику и координацию движений. Это все на основе одной раскраски. Вот сейчас Даня ее постарается анимировать. И этот львенок-тигренок, не знаю, кто он там, он превратится в объемную и будет некая мини-игра. То есть, поскольку ребенок выполняет определенное задание в начертной школе, ему дают возможность анимировать и поиграть. Игр достаточно много, они разнооплановые. Большая часть все-таки на координацию движений, что достаточно актуально для маленьких детей. Десятый класс тоже хорошо играет в данную игру. Спасибо большое. Мы рассказали некоторые моменты, как мы используем. Сейчас мы предлагаем вам вместе с нами подумать, как еще можно использовать данные раскраски на уроках. Мы с удовольствием к вам присоединимся. У кого будут какие-то идеи, мы с вами готовы обсудить. У кого важны желания анимировать или установить на свой телефон, молодые люди десятого класса вам помогут это сделать. Мы вам предлагаем некоторое количество раскрасок в парах. То, что я не делал, хорошо? Старайся, кто не трясти. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 Спасибо.